Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру, мир, нет войне! И это, в принципе, не обзор. Я вам сейчас не буду там зачитывать ТТХ, но вот я знаю, например, что та же самая Паппи Прайбар, она сделана из 440 стали, 115 миллиметров общая длина, толщина здесь 6 миллиметров, титановая вставка, причем тут здесь именно тайгер тимаскус такой, то есть все очень красиво, наверняка эта фомочка будет стоить на ламни недешево, или, например, роган мат, он такой попроще инструмент, какой-то именно отжимательный и прочее. Здесь он даже, сейчас подождите, покажу вам, как он идет, такая даже инструкция о том, что можно сделать рукоять намоткой и прочее. Но это, повторюсь, это не обзор, это вполне возможно пойдет у меня вообще в шорт. Высказывайте мнение мне, потому что особо, вот я могу сказать так, что мне нравятся фомки, вот эти вот карманные, они мне нравятся просто как фишка, как аксессуар. Почему? Потому что, наверное, в жизни случаются моменты, когда нужно действительно что-то отжать, и у тебя нет, ну, во-первых, нет реальной какой-то фомки под рукой, это во-первых, а во-вторых, ну, блин, ты не всегда можешь обычной фомкой, какой-то взрослой, я имею ввиду стандартных размеров, какую-то мелочь, какую-то мелкую вещь отжать. И в этом смысле, конечно, вот такие вещи они выручают, причем конкретно вот здесь, вот если мы берем Pappy Knife and Tool, здесь еще и выемки вот такие вот для пальцев, она оформлена красиво, насечки и прочее, и прочее, значит, тут целое задизайнено Биг Джоном, куча всяких разных надписей и прочее, прочее, но по факту это просто такой достаточно простой инструмент, который еще хрен знает, не факт, что пригодится, но если пригодится, то будет очень в руку, или более такой простой, более грубоватый вариант, но он тоже имеет место быть, то есть, по большому счету, я могу сказать так, как совершенно рукожопый человек, я не могу сказать, что я там типа пойду в мастерскую, возьму просто кусок стали, шлифану, отрежу, вот тебе и фомка, за что деньги платить. Скорее всего, вот как раз-таки продаются такие вещи именно людям, у которых просто клинические руки растут из одного места, я имею в виду себя, то есть, у меня нет ни материала, ни оборудования, ни навыка для того, чтобы сделать такую фомочку, и поэтому, почему бы и нет, причем они бывают самые разнообразные, бывают прям изысконичные, я вам как-то показывал, там, титановые, со всякими фишками, опять же, с точки зрения титановой фомки, мне что нравится, мне нравится то, что они легкие, и мне еще нравятся фомки с клипсами, почему, потому что, опять же, она у тебя не болтается где-то в кармане, она у тебя сидит на кармане, как нож. Но вот, к чему вообще мой вопрос, вопрос к зрителям, насколько вы видите функционал этого предмета, то есть, насколько это вот для вас, это с точки зрения просто приколюха аксессуар, или действительно может пригодиться. И для меня, например, удивление вызывает такой факт, тогда почему, например, эти вот фомки, они не комплектуются в какие-нибудь лезермановские мультитулы, например, или там в какие-нибудь ножи, там, или еще что-то, опять же, я, может быть, ошибаюсь, почему эти фомки не идут в комплекте с небольшими городскими, ну, вот мы берем какой-нибудь обычный городской нож, да, такой скелетник или небольших размеров фиксит, но ведь в кайдексе, в том же самом, прикрутить кармашек для такой фомочки, ведь это же несложно, правильно? И почему этого не делается? То есть, насколько это искусство выведенный такой предмет, ну, будем откровенными, как всегда, для зарабатывания бабла. Почему? Потому что, опять же, что-то мне подсказывает, что вот эта вот фомочка с титановой вставкой и кучей надписей, она будет точно за сотку евро стоить. И здесь именно у меня должна быть какая-то мотивация, купить на ламни за 100 евро не какой-нибудь нож толковый, причем, блин, можно купить прям какой-нибудь походный нож классный, то же самое, вот я всегда привожу в пример Ахти, как эталон финок за отличного качества, за совершенно нормальные деньги. Плюс-минус там как раз ценник будет до 100 евро гулять. То есть, что-то мне подсказывает, что будет эквивалентно. Или все-таки, вот что это? Я прошу прощения за сумбур, потому что здесь добавить мне что-то, прибавить особо нечего. Функционал этих вещей совершенно понятен, именно там отжимать что-то, ковырять. Опять же, что меня удивляет, то что фомки, как правило, идут без дополнительных каких-то инструментов. То есть, элементарно, сделай фомку с открывашкой, у тебя уже открывашка. Ну, например. Например, я не говорю там отвертки или еще что-то. В общем, домашнее задание. Расскажите мне и объясните, к чему и ваше отношение к таким предметам. Спасибо за, даже это не просмотр, это просто вот спасибо за то, что уделили внимание. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok